Сегодня мы поговорим о Т-образном способе прививки. Это один из наиболее распространенных методов получения посадочного материала, получения саженцев. Этим методом мы в основном размножаем посадочный материал. Первое, с чего начинается производство саженцев и прививка, это обязательный отбор предпродных черенков. Должны быть отобраны соответствующие черенки для того, чтобы произвести размножение. Давайте посмотрим, какой материал мы используем для прививки. В основном берем однолетний прирост, двухлетний прирост использовать нельзя. Ему можно легко размножить. Берем только такие части. Нехорошо брать очень толстые или очень тонкие. Этот диаметром приблизительно половину сантиметра. На конце черенка почки сравнительно слаборазвиты, поэтому эту часть отрезаем, она не нужна. Также у основания эта часть более одревесневшая, поэтому также непригодна. Вот этот тот черенок, который мы должны использовать. Методология следующая. Берем черенок и обязательно отрезаем листья. Это готовый черенок. Убираем и эти прилистники. Их оставлять тоже не следует. Черенок приблизительно такой формы. В таком состоянии желательно и необходимо на определенное время поместить его в воду. Черенки желательно отрезать вечером. Нижними концами приблизительно на такую глубину ставим воду, чтобы они впитали побольше воды. Этот черенок уже готов для прививки. И теперь перейдем на участок подвоев, где и сможем осуществить прививку. Первое. Прививка это хорошо заточенный нож. Нож должен быть заточен так, чтобы мог срезать волоски. Как его точить? Обязательно точильным камнем. Вот таким способом. Но делающий прививку никогда не должен забывать, что лезвие нужно довести до нужной кондиции. Обязательно с помощью натуральной кожи. Вот посмотрите, какой он. Он довольно острый. Почему важно, чтобы нож был острый? В момент среза это должен быть гладкий, быстрый и тонкий щиток. В том случае, если нож нехорошо заточен, происходит повреждение ткани и впоследствии уменьшается процент удачного прививания. Итак, первый и самый главный вопрос – это нож. Срез надо делать обязательно снизу, на расстоянии приблизительно 1 см от почки. И довольно быстро. Верхняя часть должна быть выше стебля. Желательно не дотрагиваться рукой до этой самой части. Хорошо нужно протереть то место, на котором делается прививка. Это еще одна деталь, которая очень важна. И уже здесь мы можем прививать. Делаем надрез. У ножа есть другая сторона, с помощью которой мы отделяем эту часть. Сильнее отделять не рекомендуется. Сама почка должна отделить эту часть. Итак, следующий этап. На очищенное место вставили и прижали. Часть, которая осталась, срезаем. Прививка сделана идеально. Но после этого следует еще один важный этап, который называется обвязкой. Существует несколько вариантов. Существует специальная резиновая обвязка. Или полиэтиленовая. Теперь о процессе обвязки. Каждый делающий прививку обвязку делает по-своему. Присуществует несколько опробированных методов. Продемонстрируем один из них. Важно, чтобы почка не попала под этот целлофан. Вместо прививки обвязываем и закрепляем. Это место почки должно было быть покрыто целлофаном. Можно сделать то же самое резиновой обвязкой, только снизу вверх. Это второй метод обвязки. Продемонстрируем. 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 Двумя методами сверху вниз и снизу вверх. Что касается высоты. Прививать стараемся на новом однолетнем приросте. Прививаем приблизительно на высоте 5-10 сантиметров от корня. В условиях Грузии прививать возможно в период с 10 августа до конца сентября. В общем, намного раньше начинаются прививки косточковых культур, так как они предрасположены к высыханию. Что мы называем высыханием? Когда мы отделили кору, она сейчас отделяется свободно. В некоторых случаях она не отделяется. Это более характерно для косточковых культур. Поэтому стараемся начинать прививки с косточковых культур. Мы сейчас начали с черешни, абрикосы, сливы, персика, а сейчас перешли на прививку яблони. Сейчас мы находимся на двухлетнем поле питомника, то есть почка, которую мы сегодня привили, через год будет в таком состоянии. Каков же процесс? После того, как почка привилась, приходим ранней весной и обрезаем у почки. Вся верхняя часть над почкой была отрезана. От почки идет прирост, который и является нашим саженцем. За год он вырос на полтора метра и будет продолжать расти. Итак, цикл состоит из следующих частей. Прививка, в данном случае Т-образная, в летний период. Затем весной обрезают, оставляют один отросток и уже получают саженец. На будущий год привитое нами дерево будет выглядеть вот так.